Мы так и думали, что возьмем землю и у нас тоже есть, присоедините ее, и буду себе хозяйновать. Гуляйпульский район – село Верхняя Терса. Супруги Еременко хотели помочь внуку, участнику АТО. Но получить 2 гектара земли не получилось. Решением сельсовета выделили лишь 65 соток. Председатель уверяет, повлиять на депутатов не удалось. Я депутатам переконываю, дайте 2 гектара. Депутаты голосовали против. А есть земля, которую можно лоб надать. Ну, это правда, есть. На участке земли в размере 2 гектаров в Верхнедерсянском сельсовете претендовало два бойца АТО. Всего со статусом участника антитеррористической операции в сельсовете ожидают 9 человек. Для местных депутатов это и стало главным аргументом. Участок в 6 гектаров разделили на всех. По телефону мы связались с одним из депутатов сельсовета Юрием Давиденко. На внеочередной сессии, рассказывает, не присутствовал. Но позицию депутатов озвучил. Выделить без проблем 2 гектара земли не смогли и в селе Петровка Гуляйпольского района. Пока сын в зоне АТО, Наталья Турская добивается для солдата, положенного по закону участка. Все, что предлагают от 30 до 70 соток на территории нескольких сел. На пивдельянках нужно выгортать старые хаты. Нужно вырывать все чагарники и все дебри, которые там есть. Я точно знаю, что там есть прописанные люди. Невозможность выделения двух гектаров одним участком в Гуляйпольском районном отделе земельных ресурсов объясняют просто. Говорят, на территории Петровского сельсовета таких земель попросту нет. А с документами уверяют, все в порядке. По несколько земельных участков. В принципе, они набирают те же самые до двух гектаров. Сегодня мы их отшукаем, делаем анализ и уже тогда предлагаем людям. Брать предлагаемую землю люди не видят смысла. Уверены, выделять нормальные участки сельсоветам невыгодно. Я точно знаю, что она не вся приватизована, потому что я выросла в этом селе, я прекрасно знаю, что там делается. Ну, на ту землю сказали нам, нужно разъявлять. А вот решение депутатов села Верхней Терсы не противоречит закону, объясняют в зем управлении. Хотя земли на территории сельсовета из резерва хватило бы всем. У них есть социальная сфера, в которой надавалось постоянное использование. Там семь, по-моему, чи восемь человек померли. Там надо припинять постоянное использование. Это земли сельской рады будут. После Нового года можно будет больше гектаров каждому дать стык земель. Тут сельская рада поступила по закону, ну, трошки не по-людски. Помочь гуляйпольцам пытаются местные активисты. Говорят, с подобными проблемами обращаются десятки людей. На жаль, земельные вопросы у нас, ну, вы знаете, они, как правило, они, если и разглядываются, то за этим нужно иметь очень большие деньги. За этим нужно иметь очень большие деньги. На жаль, этих денег наших хлопцев просто не мало. Сами же защитники признаются, не ожидали, что местные власти не пойдут им навстречу. Я хочу вернуться сейчас до всех административных зданий Запорезьской области, Киевской области. За что мы там стояли? За что? За что хлопцы каликами сейчас вертаются? Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Гуляйпольский район, ТВ5.